Всем хай, с вами Нюк, перед патчем 1 на 1 я успел взять 45 уровень и в общем-то, несмотря на то, что в мире бегать оказалось не сильно сложнее, но вот в данжах фармить артефакты стало существенно сложнее, там стоят теперь мобы 90 уровня, 80-90 и в общем-то без коопа как-то супер сложно стало фармить эти арты и поэтому я наконец-таки озаботился готовкой. В готовке одна из самых топовых вещей это искушение адепта, которое увеличивает силу атаки, ну можно там мясное сорти, всякие вот эти нефритовые мешочки, а также там всякое лечение и так далее, ну в общем-то на самом-то деле я хотел рассказать про искушение адепта, один из нужных ингредиентов здесь крабы и именно поэтому все их бегают, собирают как ненормальные, я в одном из видосов упоминал, что хочу бегать их фармить на секретном острове, но здесь вот поступила инфа, что крабы в большом количестве тусуются вот здесь, вот в этой вот пещере, которая находится в заубочном пределе, тут нужно спуститься с горочки после телепорта и зайти вот сюда и эти крабы здесь в достаточно большом количестве спавнятся. В общем, чтобы собирать всех этих крабов и лягушек, которые здесь тусуются, правда в основном нас конечно интересуют крабы, вот они бегают, вот достаточно так обегать эту пещеру по кругу в принципе, наверное мне даже мону будет удобнее использовать. Вот, и в общем-то бегаешь туда-сюда, заходишь в пещеру, выходишь из пещеры, обегаешь ее, есть крабы, нет крабы, собираешь все, что здесь появляется, таким образом можно фармить. Это гораздо удобнее, чем плавать на далекий там секретный остров за ними, где их достаточно много на пляжу бывает, но в общем-то приходится бегать по крайней мере туда-сюда и не каждый раз здесь можно найти краба. Почему-то чаще спавнятся лягушки, но в общем-то суть все равно одна, если прям очень сильно нужны крабы и в большом количестве для приготовления еды, можно пользоваться этим. Секрет этого спавна очень простой, ребята с реддита залезли под текстуры этой пещерки и оказалось, что за каким-то фигом почему-то под текстурами находится озеро, которое собственно и приводит к спавну крабов, так как они спавнятся на берегах озера, озер. Водоемов всяких и всего остального. Вот такая вот бесхитростная штука. Ну и чтобы видео не было сильно коротким, покажу вам пару фишечек за official, о которых почему-то до сих пор многие не знают. Хотя наверняка знают те, кто смотрит мои стримы, но давайте покажем для тех, кто смотрит меня только на ютубе. Первая фишка, о которой знают не все, это то, что вот эти вот кнопки, которые может активировать Гео ГГ и там еще Зайчик Эмбер и прочие. И также все знают, что их может активировать Ворону Фишель. Вот, например, вот так. Конечно, время активации у него гораздо меньше, чем у того же Зайчика Эмбер или Гео ГГ, или там, по-моему, Ворот Нингуан, но тем не менее, если прям лень переключаться, можно успеть. Еще Озов Фишель можно использовать для рыбалки, вот таким вот простым образом. Достаточно его заспамнить где-нибудь над водой и... Затем стрелять по нему, а дальше он будет просто убивать рыб в радиусе. Ну, в общем, вы поняли, как это делается. Главное, найти какой-нибудь хороший пруд, типа вот этого, где достаточно много рыбы тусуется вокруг, или вот этого. Ну, на этом все. Небольшой такой видосик. Ждем патча 1.1. Ходите ко мне на стрим, чтобы скоротать время в ожидании на Genshin Impact. И все остальное. Пишите комментарии. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok